Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава Евангелия от Марка, я читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Но вот эти главы в начале Евангелия от Марка, они начинаются с такого триумфа и постепенно переходят к теме борьбы. В жизни обычно наоборот, сначала борьба, потом триумф. А тут триумф, все любят Иисуса, он исцеляет, он проповедует, за ним ходят толпы. А потом вдруг куча всяких подробностей, книжники и фарисеи его вообще-то убить уже хотят, потому что им совсем не понравилось, как он нарушает их правила, исцеляя в субботу, например. Ученики боятся и не понимают самых простых вещей, об этом прошлая глава. Ну и вообще вот как-то мир идет на меня войной, как в одной хорошей песне пелось. Так они переправились через море, а в четвертой предыдущей главе вот это было чудо, когда Иисус повелел морю и ветру, они утихли. Там даже не сказано, что утихли, там сказано, что ученики испугались. Но море и ветер, конечно, утихли, что им еще оставалось. Важно, что ученики, а не что силы природы. Ну и вот они переправились. Что дальше? Переправились через море и прибыли в округу города Герас. Это эллинистический город, эллинистический, то есть там жили не евреи, а люди разных других народов и, в частности, не соблюдали, естественно, Моисеева закона. Это к востоку от Галилейского озера, сегодня территория Ордании. Иногда тут в рукописах называется город Гадара, но это, в общем, другой город в тех же местах, примерно такой же. Это не очень важно. Едва он покинул лодку, встретился ему человек из гробниц, одержимый нечистым духом. Что значит из гробниц? Ну, он не покойник, а просто жил в могилах. Могилы — это были, как правило, пещеры, выдолбленные в скалах. Жилищами ему служили гробницы, и никто так и не смог сковать его даже цепью. Многократно забивали ему ноги в колодки, вязали цепями. Цепи он разрывал, колодки сбрасывал, никто не был в силах с ним совладать. Он постоянно днем и ночью кричал и колотился о камне в гробницах и на холмах. Ну и что, казалось бы, не мешал же людям. Чего они его сковывали? Жалели, что ли, чтобы он сам себя не причинял вреда, или боялись, что он на них накинется? И раз он цепи разрывает, он вообще может все, что там угодно разорвать, да? Людей по количеству убить может. Или просто страшно, когда человеком владеет какая-то сила, которая явно превосходит человеческую. Неважно. Но, смотрите, их задача этих его соседей, его зафиксировать надежно, да? Чтобы он прекратил это делать. Вот как у нас там в доме ремонт, и все сразу требуют, чтобы прекратили делать ремонт. У меня там дети спят, я там устал после работы. Не помочь соседу сделать ремонт поскорее, чтобы этот шум прекратился, а зафиксировать его понадежнее, чтобы он перестал шуметь, как будто делает что-то плохое. Ну и так везде, да? То есть, прежде всего, чтобы... Ну, не нарушал мой покой. Вот колотится там, вопит, что-то делает. Фу, как это неприятно. Ну, а человек-то живой. Вот Иисус, пожалуй, единственный, кто пытается решить его проблему. Он увидел Иисуса издали, подбежал и поклонился Ему с громким воплем. Что тебе до меня, Иисус, Сын Вышнего Бога? Заклинаю тебя Богом, не мучай меня. Как-то он нелогично себя ведет. А если он подбежал и поклонился, значит, он Его почитает. И более того, он называет Его Сыном Вышнего Бога, значит, видит в нем действительно вот нечто большее, чем просто какого-то великого пророка и уважаемого человека, да, учителя, там, закона. Но одновременно заклинаю, не мучай меня. А вот нечистый дух, который ему это открывает, у Марка постоянно нечистые духи знают сразу, потому что у них есть какое-то духовное зрение, да? Вот он себя пытается обезопасить. Люди часто прячутся от проблем. Нечистый дух сразу видит, где его проблемы и стремится с этой проблемой как-то взаимодействовать, да? Ведь Иисус ему сказал, «Выйди, дух нечистый, из этого человека». То есть, получается, по тексту даже не очень понятно, он сказал ему это раньше или позже. Может быть, он на расстоянии услышал или понял, что это сейчас произойдет. И говорит, «Не мучай меня». То есть, нечистый дух, тот, кто мучает самого человека, хочет сам избежать мучения. Ни в коем случае не мешай мне мучить этого человека. Так надо понимать его фразу «Не мучай меня». Еще Иисус спросил, как ему имя. Тот ответил, «Легион». Вот мое имя, нас ведь много. «Легион» — это воинское соединение римской армии, это до 10 тысяч человек, то есть, это правда очень много. Ого, как у них там все святисто. И стал Иисуса упрашивать, чтобы не отправлял их проще с той местности. Чем им та местность полюбилась? Или это просто такой консерватизм, ну, вот такой туповатый консерватизм? Ну, мы никуда не пойдем, здесь останемся. Но здесь, мне кажется, еще есть очень интересный урок. А на холме неподалеку послось большое стадо свиней. Свиньи — нечистые животные, запрещены Моисеевым законом, но это местность языческая, поэтому свиней там разводят. И само это стадо свиней, оно как такой вызов для израильцан, для иудеев. Вот нарушение закона. И что же, он запретил жителям пасти свиней, а они любят свининку? Или как-то уничтожил этих свиней? А он сразу две проблемы решает одним способом. На холме неподалеку послось большое стадо свиней, его духи стали его упрашивать. «Отправь нас тех свиней, мы лучше войдем в них». Трудно сказать, откуда эта мысль, и вообще, что это такое на самом деле, что духом как-то не хочется оставаться без телесного прикрытия. Надо жить в каком-то теле. Оказывается, в человека влезает столько нечистых духов, сколько влезает в целое стадо свиней. Свинья попроще человека будет. Вот иногда, оказывается, человек себя ведет как стадо свиней. Не одна свинья, а целое стадо. Он допустил его духи, оставив человека, вошли в свиней. Все стадо, их было пара тысяч, ринулось с обрыва в море и в нем потонуло. Тоже нелогично. Эти духи, что захотели просто погубить свинюшек, может быть, они не ждали такого эффекта, может быть, они просто не справились, а может быть, свиньи настолько отвергли вот это вторжение духов в себя, что они просто обезумев, случили самоубийство не по выбору своему, а вот повинность к кому-то инстинкту побежали. А может быть, это была такая злая насмешка. Хотите в свиней, да, пожалуйста, в свиней, но все равно вы погибнете, да, ну, свиньи погибнут, куда при этом делятся духи, непонятно. И заодно решилась проблема свиней, то есть не то, чтобы он сам их уничтожил, но сделал так, чтобы их не стало в этом месте. И мне кажется, это, прежде всего, история, она подобна притче, у нас только что были притчи в предыдущей главе, и она тоже, хотя описана как реальное происшествие, но очень похожа на притчу по своему вот заряду, да, смысловому. И этот заряд, он о том, насколько страшные силы в человеке могут дремать, да, что стадо свиней не выдерживает этих сил. Мы говорим, ведет себя как свинья, как в каком-то вот, ну, крайнем падении человека. Ха, если бы как свинья даже целое стадо не смогло с ними справиться. А те, кто пас стадо, разбежали и рассказали об этом в городе и его окрестностях. Люди собрались посмотреть, что произошло. Ну да, чудо, сенсация. Приходят они к Иисусу и увидят, одержимые прежде бесами был их там легион, сидит одетым в здравом уме, они испугались. Чего ж пугаться-то, вроде человек пришел в себя, но это значит, появилась какая-то такая сила в нашем городе, которая меняет привычный образ жизни. Ну, кстати, свиньи-то где? А очевидцы им еще и рассказали, как это вышло с этим режимом. И про свиней тоже. И стали они упрашивать Иисуса покинуть их округу. Слушайте, какой ущерб колоссальный. Две тысячи свиней поголовье. Разом погибло в море. Ну, куда это годится? Ну, слушайте, так нельзя. Вот смотрите, можно проглядеть самое главное. Вот пока Иисус совершал чудеса, полезные для людей, очевидным образом, да, исцелял толпы за ним, как только от свиней их избавил, сразу уважительно просят, вот не могли бы вы как-нибудь в другое место направиться, а то вот у нас тут, знаете, опасаемся за свое поголовье свиней. Когда он сел в лодку, избавленный от бесов, человек просил у него разрешения отправиться с ним. Но Иисус не позволил, а сказал так, «Ступай домой к своим и расскажи им, что сделал себе Господь, как явил свою милость». Тот пошел и стал возвещать Десятиградии, что сделал для него Иисус, и все удивились. Десятиградия — союз Десятиградов, куда входят Гадар или Герас, они обе входят. Город, рядом с которым это произошло. И почему же Иисус не позволил ему? Нет, понятно, что тот хотел, да, то есть тот его спас фактически, да, и, конечно же, он хочет остаться с Иисусом. Но почему же Иисус его отправляет? Он же нечистым духом запрещал говорить, кто он такой. Да, нечистым запрещал говорить, кто он. А здесь он предписывает человеку, «Ступай и расскажи, что сделал себе Господь». То есть возвести об этом событии. И Господь, не я, а Господь. Тот, правда, стал рассказывать, что сделал ему Иисус. Значит, действия Бога в этом мире, они должны быть объявлены. Это не тайна, это что-то такое, что должно прозвучать очень громко. Когда Иисус переправился обратно на ту сторону, обратно, значит, на западную сторону озера, к нему собралась толпа, он был на побережье. Ну, толпа там собирается, они про свиней, наверное, не слышали еще, да и свиней у них нету, так что можно не беспокоиться. Приходит к нему один из начальников синагоги по имени Яир. Вот смотрите, толпа и один. Вот нам, кажется, собираются толпы, Иисус действует только там, где эта толпа может как-то среагировать. Он такой публичный целитель. Нет, не обязательно. А приходит к нему один из начальников синагоги, то есть руководителя местной общины по имени Яир, едва его увидев, падает ему в ноги и всячески просит, дочь его была при смерти. Так пусть Иисус придет и возложит на нее руки, тогда она исцелится и будет жить. Они уже знают, что его приход несет исцеление. Иисус отправился с ним, а следом большая толпа, которая наседала на него, ну, еще бы, ожидает чудо и события, и зрелища, и все. Но и там ведь какие-то больные, кто-то вокруг него ждет исцеления, и понимает, что вот сейчас не до них. Вот сейчас, уважаемый человек, начальник синагоги, попросил за свою дочь, тем более ребенок, да, вот благотворители знают, собрать деньги на операцию ребенку проще, чем взрослым, гораздо проще. Детей мы, ну, привыкли жалеть и стараемся им помочь. Была там женщина, которая 20 лет страдала кровотечением. Ну, очевидно, имеет судовагинальное кровотечение, да, и эта болезнь сама по себе такая, но неловко об этом говорить. Но она еще и делает ее нечистой, потому что истечение подобного рода. Они делают женщину даже здоровую, нечистой на соответственный период времени, требуется ощущение, а она все время нечистая. И она в толпе, но эти люди не знают, что к ней нельзя прикасаться. Они там давят друг друга, да, это метро в часы пик. И она уже нарушает запреты то, что она находится в этой толпе. А почему? А потому что деваться некуда. Она много вытерпела от врачей и потратила на них все, что имела, но без малейшей пользы ей становилось только хуже. Да, к сожалению, знакомая ситуация. Тем более тогда и медицина была на очень низком уровне. Услышав про Иисуса, она протиснула сквозь толпу, вот, расталкивая всех, да, вот, нарушает все, что можно. И прикоснулась сзади к его плачу, даже к учителю прикоснулась. Совсем обнаглела. Она рассуждала так, если только прикоснусь хотя бы к его плачу, то исцелюсь. А может быть, не обнаглела, а прикоснулась к плащу, не трогая его тело. Сознавая, что, ну, наверное, мне нельзя касаться его тела, я нечиста, но плащ, ну, он тоже, конечно, будет нечистым. Но все-таки какая-то вот, знаете, такая вот преграда тоненькая, вот такой знак приличия, да, вот я не к самому нему, а только к плащу. Вот такая удивительная смелость и деликатность одновременно, да, а не обнаглела, как я сказал, конечно, в риторических, шутливых целях, с самого начала. И тотчас, коротечение иссякло телом своим, она ощутила, что выздоровела от болезни. Видимо, прекратилось то очень неприятное ощущение, которое ее сопровождало. А Иисус, ощутив действие, исходящее от него силы, тотчас сказал, обратившись к толпе, кто прикоснулся к моему плащу. Ученики отвечали ему, смотри, толпа наседает на тебя, а ты спрашиваешь, кто прикоснулся к тебе, да, в метро в часы пик спросить, кто прикоснулся ко мне. Да все. Но, смотрите, он чувствует, что из него и зашла сила. Очень странное место. Получается, что он как батарейка, да, вот в нем какая-то сила, кто к батарейке пристроился, тот эту энергию использует, да, батарейка сама не выбирает, во что ее вставят, в какой прибор. Так, что ли? Но он озирался в поисках той, кто сделал это. То есть, смотрите, вроде бы мы привыкли говорить, что Иисус Всеведущий, как Бог. Но здесь он человек, здесь он как человек ограничен в знании. И ему крайне важно увидеть одного. Смотрите, он пошел на зов одного Иаира. Вокруг толпы, наседают, интересно, круто, замечательно, ждем, что сейчас будет. Другая прикоснулась, и он озирается в поисках ее. То есть, в толпе он видит человека. Когда не видит, выискивает, расспрашивает. Ему важны не эти количественные показатели, сколько там вышло, да, на митинг или там, я не знаю, на демонстрацию или на что-то еще. Ему важно, что вот с этим одним, хотя их много. А женщина в страхе и трепете, сознавая, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и рассказала всю правду. Да, про то, как она нарушила Моисеев закон и осквернила всех, кому прикоснулась. А он ответил ей, вера твоя спасла тебя, дочь. «Ступай с миром и будь здоровы без этой болезни». Смотрите, он не просто ее оправдал, он тем самым очистил не только ее, но всех, кому она прикоснулась. То есть, все эти ритуальные ограничения, они, конечно, имеют свой смысл, но они абсолютно не важны там, где приходит царство Божие. Оно приходит там, где есть Иисус. Там нарушаются все эти границы, там стираются эти барьеры, там можно все, и это все во благо человека. Просто это очень ситуативные вещи. Это значит, что вот здесь и сейчас, когда он тут находится. «Вера твоя спасла тебя». Потом у Павла мы прочитаем, конечно, очень много про то, что человек обретает спасение верой. Здесь, казалось бы, просто она выздоровела, спасла, в смысле, была больной, а стала здоровой. Да, или имеется в виду спасение в вечности, вот такое экзистенциальное спасение, тоже может быть. Я не знаю, вот можно ли ограничиться чем-то одним, но важно, что человек, который даже нарушает эти правила, но нарушает их во имя своей веры, обретает то, чего он ищет. Еще когда он с ней говорил, приходят люди из дома начальника синагоги и говорят, мол, дочь твоя умерла. А может быть, вот этих-то секунд и не хватило. Может быть, они совсем рядом стояли. Вот еще женщина задержала его по пути к спасению жизни. Что, не могла, что ли, не подождала бы она вот чуть-чуть? Дочь твоя умерла, к чему теперь беспокоить учителя? Все. Как люди, наверное, устали от этой болезни, они говорят как о каком-то внешнем событии, о смерти любимого ребенка. А Иисус, словно не расслышав сказанного, говорит начальнику синагоги, не бойся, только верой. Ты видел только что, вера спасает. Да, все плохо. А ты просто вот веру и все. Он не позволил идти с собой никому, кроме Петра, Якова, Иоанна, брата Иоанна. А почему именно эти, брата Якова, простите, почему именно эти апостолы? Они еще будут выделяться, как, может быть, самые близкие и такие вот ближний круг внутри 12. Может быть, там места не хватало, может быть, он не хотел, чтобы это становилось широко известно. Но важно, что, опять-таки, он выделяет и среди своих учеников. Вот эта глава про выделение ей из толпы, что нету просто таких стройных марширующих рядов, а есть отдельные личности, которых может быть много и с которыми каждый выстраивает свои отношения. Иисус по-своему. Вот они приходят до начальника синагоги и видят, он большой переполох, кругом плачут и кричат, еще бы, ребенок умер. Он входит и говорит, что вы переполошили, что плачете, ребенок не умер, уснул. Вот это, наверное, та самая весть, которую хочет услышать каждый, когда у него умирает ребенок. И они понимают, что это неправда, что это самообман. Ему отвечали со злобой, ну, что ты издеваешься над нашим горем. А он всех прогнал, взял с собой только отца им от ребенка, то есть тех, для кого уже любой шанс – это надежда, и своих спутников, свой ближний круг. Вошел туда, где был ребенок, взял ребенка за руку и говорит ей, а ты лета куми, то есть переводит девочка, тебе говорю, вставай. А ты лета куми – это арамейские слова. Интересно, что здесь на самом деле вставил тебе говорю, евангелист, таких слов нету. Ты лета – это девочка, куми – это вставай. В некоторых переводах кум, ну, это уже особенность арамейского языка, там форма может быть такой или такой. То есть он переводит здесь по смыслу, евангелист, да, не буквально. Это хороший намек на то, что и мы можем переводить не буквально, чем я, например, занимаюсь. Смотрите, безо всяких долгих рассуждений, что прощены грехи или что-нибудь еще, ну, во-первых, мертвый ребенок – это само по себе жуткое зрелище. И надо с этим что-то делать. И там, где присутствует Иисус, там действие происходит, ну, буквально само собой, да, как это исцеление от прикосновения к плащу. И девочка тут сейчас встала и пошла. Ей было лет 12. Все пришли в полное изумление. Но Иисус строго приказал, чтобы никто об этом не знал, а девочку велел накормить. Как об этом не узнают все, да? Родители побегут сейчас по всем знакомым рассказывать. Не только родители, там, полный дом народа уже пришли, видимо, соболезнования вражают, к похоронам готовятся, да? Чтобы никто об этом не знал. Он приказывает невозможно. То есть, мне кажется, здесь не то, что он такой наивный, но вот Иисус показывает, что саморекламой заниматься не надо. Что вот все эти вещи, они просто происходят, и вот это часть жизни, это вот то, что есть. Поэтому пусть оно будет. А бегать и кричать, вот там, что сделал с тобой Господь, только что у нас был прокаженный, не прокаженный, простите, это бесноватый человек, который в Гадаринской стране, и из него в свиней вошли бесы. Там он говорит, расскажи, что сделал с тобой Господь. А здесь, где вот не удается, наверное, никак отделить его личность от того, что произошло, лучше не рассказывать. Может быть, дело еще и в том, что тот бесноватый живет среди язычников, и им нужно рассказать о величии Господа. А девочка живет среди иудеев, это они уже знают, поэтому все очень ситуативно. Вот пятая глава про то, что Иисус выделяет отдельные ситуации, отдельных людей, отдельные события, и в каждом случае действует по-своему. Субтитры создавал DimaTorzok